МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». В этой студии не принято ругаться и выяснять отношения. Здесь не осуждают и не учат жизни. Наоборот, мы всегда стараемся помирить наших гостей и дать им возможность высказаться. А еще мы делаем все, чтобы найти их близких. Ну или хотя бы вселить надежду на будущую встречу. Без сомнений, так будет и сегодня. Итак, мы начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Если мать растит ребенка одна, а отец не оказывает никакой поддержки, то, наверное, у нее есть право обижаться. Но точно так же у ребенка есть право искать своего отца, какими бы ни были отношения между родителями. Я вообще думаю, что новое поколение должно сглаживать семейный конфликт, а не раздувать их с новой силой. Подробнее поговорим об этом с Ренатой Юльдашевой из Башкирии. Рената, проходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Привет. Пожалуйста. Располагайтесь. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ну, рассказывайте. Рассказывайте с самого начала. Заявку я отправила в 22-м году. Ищу отца Назарова Джуракула Адыловича, мало что знаю. Вы никогда его не видели? До трех лет он меня воспитывал, как бы растил и все. А куда пропал, куда исчез? Мы так и не поняли. Ну, может быть, мама вам что-то рассказывала? Вообще, это у нас больная тема. Мы на этом, ну, как бы, не разговариваем. Ну, расскажите, что вы знаете просто. Ну, общая компания, закрутился роман, как бы. Где и когда это было? Это было в Самарканде, поселок Птицефабрика. Ну, мама в молодости еще уехала, сама она у меня русская, и уехала в Узбекистан. Ну, так и стала там жить. Честно, вот мы никогда не сидели, не разговаривали на эту тему, потому что это была настолько больная тема, как бы. Мне кажется, это у любой обиженной женщины больная тема. Да, конечно. И единственное, что она мне всегда говорила, его нет в живых, потому что у тебя, говорит, с ним была очень такая любовь. Он говорит, души в тебе не чаял. Он очень тебя любил, говорит, и я бы никогда бы не поверила, что он тебя бросил. Ну, ладно меня, может быть, говорит, ну, женщину, а именно ребенка, я бы, говорит, не поверила. А вы у него были первой дочкой, да, я так понимаю? Ну, да. У него была первая дочерью. А скажите, а родители были официально женаты? Нет, они не были женаты. Они не были в браке. А сколько всего по времени они прожили или пробыли вместе, как это? Ну, лет пять, наверное. В 88-м я родилась, ну, где-то он в 90-м году пропал. Просто, ну, говорит, он просто ушел и все. То есть для нее тоже это было неожиданностью? Как он ушел в магазин за молоком и пропал? Или как он ушел? Вот он просто, говорит, ушел. Просто ушел? Просто ушел, говорит. Ну, то есть никаких предпосылок, и для нее это было неожиданностью? Для нее это было неожиданностью. Как вышел человек и все, и пропал. Да, и просто пропал. То есть ни ссоры какой-то, ничего? Ни ссоры, ничего, она сказала, не было. Единственное, что у него были родители против. Во-первых, у меня мама была русская, а они, ну, как бы, мусульмане, у них продолжительность рода, у них же это все по-другому. А мама сразу поняла, почему он ушел? Она поняла, что это все-таки из-за родителей, что все-таки, как она мне рассказывала, что все-таки, говорит, они как-то повлияли, не знаю как. И все, после этого мама говорит, я вообще не видела его, не слышала, не знаю. Причем она мне рассказывала, что один раз я пришла на работу, и встретила его друга, с кем они работали вместе. Он мне говорит, здравствуй, Галя. Ну, мы, говорит, поговорили, и он говорит, ну, Джуракулу привет. Она говорит, я так удивилась, говорит, ну, а ты что, говорит, не знаешь? Мы, говорит, вместе не живем. А он говорит, нет, не знаю, его и на работе нету. Вот его даже и на работе не было что. Вот это такая история, что я не могу вам больше что-то рассказать. Слушайте, а как мама относится сейчас к вашим поискам? Мама? Да. Наверное, как и любая мать, поняла, простила, обиды были. Она обижалась. Даже не обижалась, ее, наверное, чуть-чуть непонимание было, зачем мне это. Ну, состоявшаяся личность. У меня уж все есть. У меня своя семья. Как бы она чуть-чуть, она меня не поняла, зачем мне это. И что вы ей ответили? Я сказала, надо. Мне вот надо. Сейчас, правильно. Мне просто надо найти, успокоиться, внутренне, наверное, что-то успокоиться. Как-то вот... Ну, конечно, зачем этот груз носить в себе, когда есть возможность, хотя бы попытку сделать поиск, правильно? Когда я начала расспрашивать у нее побольше, она, конечно, мне грубо ответила. Ты что, его ищешь? Не позорься. Мы с ней сели, поговорили. Я ей объяснила, что мне надо найти. Неважно, живой, мертвый. Умер, значит, мне надо съездить к нему на могилку. Просто даже элементарно показать ребенку, что у меня есть отец. Показать могилку отца, если он не жив, как мама предполагала. Просто хотя бы поставить точку, успокоиться и жить дальше. А как вы говорите, папу зовут? Назар Джуракул Адылович. Джуракул Адылович. Джуракул – редкое имя. Да. Да. Для русского слуха вообще необычное имя. Знаете, очень многие уроженцы Средней Азии придумывают себе альтернативные русские имена, которые работают здесь, приезжают сюда. Сергей Зиньев, Сережа, Теллиген, Толя. Ну, так бывает часто. Так вот, оказалось, что вашего папу все знают под именем дяди Жора. Да, Жорик. Жорик, да. У меня тоже мама его Жориков называет. Я уж вам не стала говорить, что... Ну, вот когда мы искали Джуракулу, мы не могли ни на кого найти. А дядю Жору нашли сразу, практически, Жорика. Да? Посмотрим. Жоракул, а ты вычек. Или по-нашему просто Жора. Мы вообще не помним, когда мы познакомились с дружим с самого детства. Кому-то он дядя Жорак, а для кого-то просто Жорик. Он мастер, электрик. Хорошо знает свою работу, все уважает соседей, все приглашает, чтобы помочь ему. Иногда свет потухнет, позовем его. Он обязательно придет. Ну, он хороший человек со стороны. Никогда не грубит, не ругается. Ну, напротив, на моего дома живет. Ну, пока мы ровы, он пока мсомольский. У меня с рождения папа и мама у меня постоянно с Жориком называют. Потому что я в детском саду в русском был. У меня сестры, две сестры, два брата. Они все на узбекском. А меня почему-то они дали в русскую школу. Учился в 10 класс. Кончил два техникума. Пищевой и железнодорожный. Познакомился я с Галой в поселке Птичфарске, в Шамакаме. Ну, жили. Родилась. У нас дочка. В 87-м году, по-моему. В 8-м. Мы назвали ее Ренатой. Дочку я только три года знал. Я ее Зайкой называл. Я помню только глаза мои. Она такая светленькая, темноволосая была. Постоянно улыбалась. Красивая, смешная. Ну, хорошенькая девчонка и была. А когда Газа уехала в Россию в 98-м году, когда распал Советский Союз, она меня звала, но я не мог уехать, потому что у меня родители уже были старые, а я в семье самая младшая. Мне надо было за ними ухаживать. И я остался между небом и землей. Я думал, она забыла про меня. Мне соседи пришли, сказали. Показали по телефону, компьютер. Говорят, Рорик, это ты? Я говорю, да. А это кто? Я говорю, жена моя бывшая. А это дочка моя. Вот эта дочка, говорит, тебя ищет. Я просто заплакал. Не мог скрыть эту радость. У нас здесь озеро есть. Я два часа сидел в озере. Просто влезал. Я все эти годы думал. Я знал, что она вызовется, выскажется. Я это знал. Чувствовал. Внутренне. И вот она пришла. Здравствуй, девочка моя. Рината. Нет, я не могу. Я так не могу. Рината, удалось вас порадовать? Очень. Ну, не плачьте, не плачьте. Вы очень похожи на папу, действительно. Глаза прям его. Готовы увидеть папу сейчас? Сейчас? Да, сейчас. Да, наверное. Да, наверное, конечно, да. Спасибо. Жиракова, выходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Живой. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все-таки на франции. Да? Да. Да. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Между прочим, она на моем глазу похожа. Даже очень. АПЛОДИСМЕНТЫ Все. Давайте присядем, поговорим. Сейчас нам еще нужно пообщаться немножко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как вас называть? Джуракул или дядя Джора? Как вас называть? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Отлично. Ну, расскажи, дядя Джор, что случилось? Почему уехали-то? Куда пропали? А можно я только ей скажу? Ну, можно. Можно. Но это обязательно. Потому что девочка должна знать и... Я в первом интервью сказал, что я только ей скажу. Хорошо. Тогда расскажите, как дальше сложилась ваша судьба? Ну, как? Меня женили. Ну, не по-любимому. У нас мусульман так вот. Родители соглашаются, и все. А у нас не спрашивают, хочется или не хочется. Даже некоторые в день свадьбы встречаются. Вот так и сложилось. Ну, собственно, эта версия и была. Правильно? Да, у меня и была такая версия. Что... Что все-таки национальность сыграла свою роль. Ну, скажем так, обычаи. Обычаи, да. Да, не национальность, обычаи, да. Дядя Джор, расскажите, а это кто? Ой... Это мои девчонки. Посередине старшая, слева младшая, справа средняя. А что за мальчишка там? А это... Внук? Да, это сын старшей дочки. Рената, у вас три сестры. Теперь... И племянник. Не один племянник, а семеро их. Семеро племянников. Рената, кстати, с одной из ваших сестер встретился наш корреспондент. Посмотрите, пожалуйста. Меня зовут Мафтуна Джуракул-Кызы. Я младшая дочка Назарова Джуракула. Похоже ведь на Ренату. Что-то есть, да. Здесь, в Узбекистане, у меня есть еще две сестры. Но они сегодня не смогли приехать. О том, что нашего папу ищут, нам рассказал сосед, который смотрит русские телеканалы. Отец еще с детства говорил, что у нас есть старшая сестра где-то в России. Но мы не верили. А после просмотра эфира поняли, что он не шутил. И очень обрадовались. На фотографии она очень похожа на нас. Особенно ее глаза. Они как у моей старшей сестры. Нам очень хочется ее увидеть. Привет, Рената. Я ваша сестренка. Мы с семьей ждем тебя в гости. И хотим встретиться. Мы очень рады. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну это же прекрасно. Вы, наверное, не ожидали даже такого, да, поворота? Поедете в гости? Поеду. Отлично. Отлично. Поеду обязательно. Дядь Жор, ну, четыре дочки. Потрясающе. Да. А сын? Не знаю. У меня нету сыновей. Вы специалист по дочкам? Да. Вы точно знаете, что у вас нету сына? Когда мы с ней расстались, она в положении была. Не знаю, сына она родила или дочку. Рената, расскажите папе. Она родила сына. И я сейчас смотрю, и действительно, он, оказывается, очень похож на отца. Мы всегда думали, что он похож на маму, потому что он голубоглазый, светлый. Мы, ну, что уже говорить, мы даже его в семье Ванькой называем, дед Иван, мамин его папу. Ну, приехать он, конечно, не захотел. Да, мы разговаривали с ним по телефону. Разговаривали? Да. Да. И он, конечно, обижен. Обижен? Он, конечно, обижен, да. Обижен сильно. Мужчина же. И не захотел, не приехал. И даже запретил нам называть свое имя. Дядя Жор, ну, мы покажем вам его фотографию. Мы не можем показать зрителям, мы не можем... Мы вам покажем, да. Спасибо. Вот. Глаза мои. Нос мой. Да. Она, мама, была беременна, когда он пропал. Вы уж извините, я спрошу. У вас что, были сомнения, чей-то ребенок? Нет. Не было сомнения, что это ваш ребенок? Вы когда ушли, знали, что она беременна, да? Да, я знал. Мы предлагали сделать ДНК. Как вы думаете, нужно делать ДНК? Не надо. Почему? Я верил в ихнюю мать. Знаете, я очень надеюсь, что ваш сын смотрит сейчас эту программу. И я хочу верить, что его сердце оттает. Ему, конечно, нужно время, нужно осознание того, что произошло, то, что вы снова вернулись в его жизнь. Ему нужно время. Если хотите, можете сейчас к нему обратиться. И я думаю, что после нашего телефонного разговора он наверняка будет смотреть эту программу и услышит вас. Я только могу поразить прощение у него за такой поступок. Но в этом есть причина очень большая. Я думаю, он простит. Когда я ей расскажу о чем, я только ей могу сказать это. Ну, вот и все. Уважаемый брат Ренаты, ваше имя и другие данные мы никому сообщать не будем. Мы понимаем, что вы можете быть обижены на папу. Его действительно не было многие годы рядом. Вы имеете право на это. Но мне кажется, что даже виноватый человек заслуживает того, чтобы его хотя бы выслушали. Ну, по крайней мере, это будет по-мужски. Пожалуйста, не отвергайте, не отказывайте сразу. Свяжитесь с ним, когда сможете. Я думаю, что это важно и для вашего отца, и для вас. Дорогие, ну, я думаю, что все наладится. Все наладится. Мы вас отпускаем, да. Спасибо вам, что вы искали. Это очень важно. Мы очень надеемся, что позвонит вам сын. Что это начало, и что сын позвонит, откликнется, и вы соединитесь все вместе. Желаем вам счастья. Семья увеличится. Спасибо большое. До свидания. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Сам на основной. Почему сам не искал? Я даже... У меня... Я думал, что жена будет против, и... А оказалось... Ваша жена? Да. А оказалось, она добрая. И когда я тебя услышала, она даже обратилась. Она говорит, что это твоя дочь. Ты имеешь право, говорит, ехать и встретиться с ней. Вот я и приехал. Прости меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Гена, великая сила. В нас заложены данные не только наших родителей, но и многих поколений родственников. К сожалению, нередко по наследству передаются и тяжелые генетические заболевания. Так Полина Сергеева обратилась в нашу программу, чтобы найти своих кровных родственников и помочь тем самым своей дочери. Конечно, мы просто не могли не пригласить ее в нашу студию. Полина, проходите, пожалуйста, к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Полина. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Полина. Располагайтесь. Откуда вы к нам приехали? Иркутская область, город Нижнеудинск. Кого вы ищете? Родных, близких, родную мать, сестер, братьев, если они есть, как таковые. Полина, нам редакторы сказали, что для вас эти поиски – вопрос жизни и смерти. Расскажите, пожалуйста, почему? У меня больной ребенок, дочь. Ей 13 лет. У нас диагноз – врожденный порог развития центральной нервной системы. У нас нет почки, ребенок лишился почки. Операций очень много было. Когда я дочь родила, генетик меня вызвал и сказал, расскажите древо ваше. То есть я приемный ребенок в семье. Я не могла ничего рассказать. Для меня это был удар очень сильный. И вот у нас у ребенка такой диагноз, и вот как по накатанной получается. Ребенок чем взрослее, тем диагноз усложняется. Скажите, а чем могут помочь родственники в такой ситуации? Генетическую экспертизу нужно сделать на заболевание. Чтобы потом правильно назначить лечение и понять, в чем причина, я так понимаю. Вы сказали, что вы приемный ребенок. Что вам известно о своих биологических родителях? Дело было так. У меня мама с папой прожили 22 года вместе. И когда они расходились, мне было на то время 14 лет, и папа принудил маму, если ты не расскажешь, расскажу я. То есть шантажировать стал. И вечер был, и мама на кухне мне рассказала, что ты приемный ребенок в семье. И для меня это был, конечно, удар, шок. Вот с тех пор начались поиски. Вы же прислали нам свидетельство о удочерении. Да. Давайте посмотрим. Так, получается, приемные родители поменяли вам личные данные, да? Значит, до удочерения Ксения Андреевна Подгорная, рожденная 6 августа 1993 года. А после удочерения Полина Васильевна Фокина. И дата рождения изменена. 17 августа 1993 года. То есть 17 августа меня взяли родители приемные. С приемного распределителя забрали. Что-то известно о биологической маме? Мне известно только фамилия, имя, отчество моей биологической матери. Подгорная Наталья Георгиевна. У меня маму, получается, биологическую сняли с поезда. Она следовала со станции Сибирцево до Краснодара, получается. Ну, там, Приморский край. Значит, биологическая мама, она была в положении, видимо, да? Да, в положении. Ехала в поезде. Да. И в поезде начала рожать, да? Да. И ее сняли с поезда. Да. Вот в этом самом городе. Иркутская область. Как эта станция называется? Нижнеудинск. Нижнеудинск. Как она называется? Это очень важно. Да. И вот ее там сняли роды. У нее там случились. В Нижнеудинске начались роды. В Нижнеудинске ее сняли, получается, с поезда. Ее определили в железнодорожный роддом. С кем она ехала в этом поезде? Она ехала с дочерью. С дочерью ехала девочке, приблизительно три года было. Приблизительно имя Валерия. Девочку поместили в детское отделение, а маму мою биологическую в роддом положили. И поместили ее в палату, в родильную палату. И она на протяжении трех дней молчала. Думали, что она немая. И когда к ней доктор подошел, спросил там нюансы какие-то. Женщины, которые рядом с ней, они были в шоке, что она разговаривает. И потом, получается, у меня мама в 2023 году, 15 февраля, умирает. Я остаюсь одна с больным ребенком. У меня трое ребятишек с двумя ребятишками. И вот третий инвалид у меня ребенок. Полина, я правильно понял, что биологическая мама написала отказную? Отказную, да. Она написала отказную. В опеку, когда я пришла, мне показали эту отказную на довольно дальнем расстоянии. Потому что это закрытая информация, мне сказали, в закону. И был листок просто от руки написан. Ну, раньше были тетради. И вот на листочке был отказ. Мне рассказали, что вы в интернете нашли какого-то человека, который обещал вам помочь. Расскажите про это. То есть он мне сказал, что в течение двух часов я узнаю всю информацию. Нашел приблизительно номер телефона родных моих. За энную сумму денежных средств я вам дам эту информацию. Это подозрительно для меня оказалось. И тогда вы обратились в программу для меня? Да, в программу «Жди меня» я обратилась. Правильно дело. В нашей программе мы никогда не берем деньги за поиски. Это исключено. АПЛОДИСМЕНТЫ И самое главное, всю информацию мы тщательно проверяем. И еще, знаете, мы действительно нашли женщину, даже двух женщин, с такими данными. Сейчас я вам предлагаю послушать фрагмент телефонного разговора ради редактора с Натальей Георгиевной. Подгорной. Из Сальска. Алло. Алло. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Людмила Попова. Я редактор «Жди меня» программы. А могу ли я поговорить с Натальей Георгиевной? Фамилия Подгорная. Это я. Очень приятно, Наталья Георгиевна. И разрешите я задам вам вопрос. История очень сложная. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь ехали ли со станции Сибирцево и останавливались ли вы в Нижнеудинске? Нет, 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 нет. Это не я. Никогда таким путем не следовали? Нет, 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 нет. А можно еще вопрос? Вы как давно вышли замуж, Наталья Георгиевна? Извините меня, пожалуйста. 40 лет назад. И 40 лет назад вы, как говорится, приняли эту фамилию Подгорную. Это ваше недевичье. Да, да, да. И вы никогда не были на этом Нижнеудинске вообще в этих краях? Нет, нет. Ну, спасибо вам большое. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Ну, вот видите, эта женщина говорит, что никогда не была на этой станции, что фамилия – это фамилия мужа. И мне кажется, ей можно верить. Ну, нас заинтересовала другая Наталья Георгиевна Подгорная из Астраханской области. Мы нашли ее телефон. И с ней тоже поговорил наш редактор. Давайте послушаем. Слухаю. Здравствуйте. Меня зовут Людмила Попова. Я редактор программы «Жди меня». Могу ли я поговорить с Натальей Георгиевной Подгорной? Что надо? Наталья Георгиевна, к нам поступила заявка. В ней молодая девушка разыскивает биологическую маму. Данными, которыми располагает девушка, схожи с вашими. Зовут маму Наталью Георгиевна Подгорная. Дело в том, что в 93-м году в роддоме железнодорожной больницы города Нижнеудинска она родила и оставила девочку. Скажите, пожалуйста, речь идет о вас? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот такая реакция. Когда мы получаем такую реакцию, как-то, сами понимаете, начинаем задумываться, что похоже на то, что это правда. Так было трижды. Трижды она бросала трубку. А вот на четвертый раз разговор был вот такой. Послушаем. Наталья Георгиевна, вы вот мне сейчас ничего просто не отвечаете. Послушайте, ищет она не для того, чтобы предъявить какие-то претензии или что-то высказать, или еще что-то. Ей просто хочется узнать свою маму, так как приемные родители у нее умерли. Ей хочется узнать, рассказать о себе и познакомить свою маму со своими детьми, то есть с внуками. Это все, что она хочет. Никаких претензий, никаких обидных слов и рассказываний. Ты что смотришь, э? Ты что смотришь, Эпенана? Какая мама? Она с Астрахани ни разу не выехала бы. Могла бы она со мной поговорить? Она же бросает трубку, а мне нужно понимать, тот этот человек или нет. Я ведь ничего не прошу сейчас. Ты не купаешь, что ли, овца? Я тебе говорю, положи трубку и просто не звони сюда. Ну, может быть, мы бы спокойно поговорили с Натальей Георгиевной, и она бы мне... ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот так. Но и на этом дело не кончилось. Спустя некоторое время этот мужчина, который ругался здесь громко, он сам перезвонил. Представил со Владимиром. Вел себя совсем по-другому. Вел себя гораздо более сдержанно. Давайте послушаем. В 93-м году вроде сбросили там какого-то ребенка, да? Ну, девушка, рожденная в 93-м году, да. Вот, смотрите. В 92-м году она мне родила сына. Родила мне в Астраханской области. Мы вместе его. Я ее с роддома встретил. Я с ней его растил. Понимаете? Ага. Так что никак не может она в 93-м еще родить. И тем более, где вы сказали, какой город? Это было проездом. То есть, женщину сняли с поезда. Ехала она со станции Сибирцево. Так были куплены билеты. До Краснодара. А если зайдет речь о сдаче ДНК, как вы к этому относитесь? А ДНК-то надо ехать к вам, что ли? Пожалуйста, приезжайте сюда, сдадим ДНК. Нет, ДНК не нужно ехать к нам. Можно отправить просто по почте в лабораторию и все. Мы сами проведем, сами все заплатим за все лабораторные исследования. Хорошо, пожалуйста. А где это сделать? Вот. Вот такой разговор. Но, честно говоря, эти люди до сих пор не прислали на образцов ДНК, а телефоны редакторов заблокировали. Что вы думаете по этому поводу? Это те люди, которых мы ищем? Я так думаю, да. Если такая реакция у людей пошла. Очень похоже. Полин, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Мы продолжим попытки с ними связаться. Для этого мы сегодня вас сюда пригласили. Это пусть на их несовести будет. Я не претендую ни на что. Полин, вы понимаете, вы большой, широкой души человек. Но мы здесь на самом деле для очень важной цели одной ищем этих людей. Для того, чтобы спасти, помочь вашему ребенку. Поэтому тут уже надо отбросить всяческие какие-то обиды и всяческие недомогки. Тут уже дело гораздо серьезнее. Поэтому я уверен в том, что люди, которым звонили из нашей программы, значит, они наверняка заинтересованы и наверняка посмотрят этот эфир. Раз они этот эфир посмотрят, значит, они узнают, что в чем наша задача состоит на сегодняшний день. Итак, я хотел бы обратиться к людям, с которыми разговаривали наши редакторы. Возможно, от вас зависит жизнь маленькой девочки, дочки Полины. Я прошу вас проявить милосердие, выйти на связь. Никто вас не осудит. Наоборот, все будут вам бесконечно благодарны. Но если вы считаете, что это просто совпадение, давайте проведем экспертизу ДНК. Раз то не подтвердится, мы тогда начнем другие поиски, будем искать дальше, чтобы помочь Полине и ее дочке. Но просто мы не можем стучаться в закрытую дверь. Или вы являетесь родственниками, или будем искать других людей. Нам это надо. Не всегда люди, которые обращаются к нам за помощью, знают, где искать своих родственников. Они могут быть на другом конце земного шара, а могут ходить по тем же улицам. История, которую вы сейчас увидите, в очередной раз доказывает, что мир не такой большой, каким кажется. И что в любой момент ваша заветная мечта может осуществиться. Внимание на экран. Меня зовут Никитина Ирина. Я родилась и живу в городе Каменск-Уральском. Город Каменск-Уральский из Свердловской области расположен на двух берегах реки Исеть. По правую сторону Красногорский у нас район, по левую Синарский район. Я живу в Синарском районе, по левой стороне Исети. Живу с самого рождения здесь. Учила в школе, поступила в техникум, отучилась, получила профессию. Вышла замуж, родила прекрасных троих детей. То есть как бы все замечательно. Всю свою жизнь я прожила в Красногорском районе. Родилась, в садик ходила, в школу, вышла замуж, работаю в Красногорском районе. Иногда выбираю Синарский район, отдыхаем, гуляем. Это наш любимый парк «Космос», где мы с ребятишками, с семьей приезжаем отдыхать. Выходные дни уделяю семье. Сын у меня старший катается на роликах, девчонки тоже катаются на горках, на каруселях. Мы, в общем, очень замечательно проводим с семьей время. Ребятам нравится. Здесь я люблю гулять с дочкой. Дочку зовут Вероника, ей 10 лет. Как видите, у нас детишек тут много лазит, лавочек много. Просто можно погулять, посидеть, пообщаться. Ну и, конечно же, с детками играть. Это наш дворец культуры «Юность», где очень много занимаются ребят. Всякие проходят мероприятия, праздники. У нас дочь выступала, мы с мужем ходили на концерты. Сюда мы с дочкой периодически приезжаем на концерты. Сейчас вот на 8 марта был утренник, посетили. Нам очень нравится. Улица Ленина – это наша центральная улица, по которой без нее, мимо нее не проехать нам. То есть все поездки, неважно, магазин, хоть куда, только через нее. Здесь у нас проходят кросс-нации, забеги. Ребята участвуют, и мои тоже. Парады проходят, день города наш. Ну, в общем, без этой улицы нам никуда. Здесь летом очень много народу гуляет. Также я прогуливаюсь с дочкой, с подружкой, с семьей. Особенно нам нравится то, что тут много магазинов. Пока мы прогуливаемся, все можем купить самое необходимое. У меня есть любящая семья, дети, муж. Но мне в моей жизни не хватает сестры. Она моя родная, младшая. И когда я нахожусь в городе, где-то гуляю, и мне кажется, она где-то рядом. В 13 лет я от бабушки узнала, что я приемный ребенок. У моих родителей было уже и так трое сыновей. Им нужна была девочка. И когда они приехали в детдом, я им приглянулась. Они меня удочерили. Но дело в том, что я там была не одна. У меня была еще сестра. Но ее тоже удочерили. Моих родителей звали Королев Михаил Николаевич, Королева Вера Егоровна. Я их очень люблю всю жизнь. И любила, и люблю, потому что они у меня самые лучшие, самые замечательные. Я считаю, я счастливый ребенок. Тем более, единственный в семье. Мама не стала, к сожалению, в 12-м году. А в 20-м году не стала, к сожалению, и папу. Сестру я ищу с 18 лет, как стала совершеннолетняя. Я обращалась и в органы опеки, и в дом малютки. Я обращалась, откуда меня забрали приемные родители. Заведующая меня узнала. Она открыла свой журнал, архив. И посмотреть, кто были ее приемные родители. Но ничего мне об этом не сказала. Но я подглядела, что приемные родители ее Королева. После того, как отца не стало, муж зачем-то пошел в гараж к отцу, видимо, прибраться. Ну и принес какую-то папку. Я взяла, посмотрела, открыла эту папку. На документах написана моя фамилия. И документ назывался «Будочерение». Из этих документов я узнала, что при рождении меня, оказывается, звали Мишина Татьяна Анатольевна. А так я больше ничего не знаю, кто у меня есть и где они у меня есть. У меня на руках есть детская карточка амбулаторная с самого рождения. То есть оттуда я узнала, кто моя была биологическая мать, где мы проживали. Мы проживали по Сырловской, 26. Маму звали Мартишу Ольгу Владимировну. Ирина, скажи, ты когда-нибудь пыталась проехать вот по этому адресу, Свердловская, 26, кого-то попытаться найти? Нет, я не ездила на этот адрес. Давай попробуем проехать и порасспрашивать людей. Поедем? Поедем. Пришла лучшая подружка, подсказала, давай обратимся в передачу «Жди меня», напишем письмо. А спустя какое-то время пришел отклик на это письмо. И я узнала, что меня ищет, оказывается, родная сестра. До сих пор я в шоке, конечно, что у меня есть родной человек. Я не одна, оказывается, что у меня есть сестра, допустим. Ну и надеюсь, что у меня еще кто-то найдется. Таня, скажи, пожалуйста, тебе случайно не знаком адрес улица Свердловская, дом 26? Нет. Никогда там не бывало? Нет. Давай проедем. Согласна? Конечно. Татьяна, ну вот, Свердловская, 26, посмотрите на дом. Не узнаете? Не кажется вам знакомым этот дом? Нет. Ничего даже не связано, мне кажется, с этим домом в моих воспоминаниях. Улицу даже первый раз слышу такую. Ну, постойте немножко, есть время у вас поразмыслить. Ирина, ну вот, судя по карте, тот самый дом, Свердловская, 26. Никакие воспоминания не нахлынули? Нет, я никогда здесь не была. Ирина, давай пройдем, попробуем поговорить с соседями. Может быть, кто-то что-то знает. Пойдемте. Вон девушка стоит, пойдем у нее спросим. Это Тая? Да. Ты Кристина, да? Да. У Жени Кристина. А кто? Не знаю, нашли. Я не могу. Я чуть не могу. Даже в педу такого не бывает. Я не могу. Я не могу. А я активирую, допустим, что люди вот так вот посмотрят. Ребята вообще молодцы. Это вообще... И они молодцы. И я тебе просто имя скажу. Ее Оля зовут. Это моя лучшая подружка. Она мне посоветовала написать. Мы в одном городе? Да. Ты прям здесь живешь. Я живу в Каменске. Вот я тоже так живу в Каменске всю жизнь. А кто-то еще есть? Не искал. И кто? Ну, кроме нас двоих. Нет. Нет. Я никого не искала. Про отца-то хотя бы знаю, что в живых нету. А про маму? Я про маму знаю то, что когда ее лишили родительских прав, то есть было принято решение лишить ее родительских прав, когда ее лишили, нас меня уже удочерили, потом тебя. И она продала квартиру по Сриловской, 26, вот здесь, в нашем доме. И уехала, ну, по моим, то, что я знаю, в Казахстан. Она жива? Это я не знаю. А ты у меня одна. Я всегда чувствовала и знала, что она рядом. Эмоции зашкаливают. Даже не знаешь, с чего начать. То ли плакать, то ли смеяться, то ли молчать. Я думаю, вообще только в кино такое бывает. И то даже в кино, мне кажется, смотришь и думаешь, да нет, невозможно, чтобы люди вот так терялись и спустя столько лет нашлись. 31 год. Да вообще. И ходить в одном городе. Не зря она меня чувствовала, значит, что я здесь и никуда не уезжала. И я так же. Никуда не уехала, и всю жизнь тут. И я очень рада, что я откликнулась и нашлась. Еще, оказывается, мы и работаем, можно сказать, коллеги. Да. Не только сестры и коллеги. Огромное спасибо, конечно, проделанной работе. Вам, вашим работникам всем. Вы сделали чудо вообще в моей жизни. Наши теперь в жизни. Теперь наша, да. Теперь она частичка нашей семьи в любом случае. Ну, вы вообще крутые. Я вообще вам благодарна, что вы такие вещи делаете для людей. И все это настоящие эмоции. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что.